Я думаю, что Россия вышла в чемпионат мира благодаря определенному кругу случайностей, а не профессионализму. И чем лучше и дороже будет тренер, футбол лучше не становится. Потому что сколько волка не кормится, оно в лес убежит, сколько нашего футболиста в неплоте, они все равно играют плохо. Другого не получается, к сожалению, к большому. И есть такой анекдот, который, к великому сожалению, все крепче и крепче. А у нас папа кто, спрашивает сыну мамы? У нас папа футболист. А что, есть такая профессия? Есть, сынок, такая профессия, родину позорить. Вот этот, так сказать, анекдот, к сожалению, к большому. Мы потеряли школу. Мы давным-давно уже изображаем, что у нас все хорошо. Мы потеряли школу. И те единицы ребят, которые могли бы играть на европейском, не понимаю сильно на мировом, но на европейском уровне, они к великому сожалению, их так мало, что практически нет. И печальная история, когда наших блистательных забирают, а они просиживают на скамейке, является ведь не случайностью. Почему в хоккее играет такое количество наших ребят в лучших командах Америки, Канады? Потому что вот эта школа жива и есть. Я сегодня как раз утром думал, что же такое в хоккее такое количество ребят, которые не просто играют, а забивают, и лидеры, и вот там вписанные. А футболистов нет. Наверное, это все, так сказать, надо исходить из той школы. Почему фигурное катание у нас такое крепкое? Потому что мощнейшая популярность из школы с 5-3 лет детей тащит. Крепкие профессиональные школы дают возможность вырастить это. Вот видите, теннис мы все-таки подтянули, когда он был в загоне. Спасибо, значит, Ельцину, который играл в теннис, потому что до этого теннис был неприличным видом спорта. О нем вообще стеснялись почему-то говорить. И вот такая школа должна быть крепкая и надежная. Денег там бродит огромное количество в этих футбольных клубах. Результаты один хуже другого. Продажные матчи. Это что мы доиграли, что у нас государственным путем наказание о продажных матчах. Это что ни в одной стране такого закона нет. А у нас есть. Значит, плохо наше дело в этом. Поэтому чем хуже играют, тем дороже клубы, тем они лучше живут. А как, говорит, совоз, и ныне там, а забить все труднее и труднее.